Ну что ребят, я вас всех приветствую на CCD Planet и в этом ролике я решил зайти в МТА в 2023 году и посмотреть, что тут поменялось за столько лет. Да, в МТА я играл несколько лет назад и в этом ролике я хочу понять, можно ли играть в МТА в 2023 году. Для этого теста я выбрал CCD, потому что лично для меня обычная МТА ассоциируется именно с CCD Planet. Напоминаю, что все ссылки находятся в описании, а также вводите мой промокод KIF, чтобы получить до 850 тысяч бонусов. Ну и погнали к ролику. Так, ну еще спавн у нас по классике, это вокзал SF, да, вокзал SF, все чисто по классике. Блин, какой приятный графон на самом деле на CCD Planet по сравнению с тем временем, когда еще я заходил играть. Чтобы вы понимали, я играл на CCD Planet, вообще в МТА я играл еще тогда, когда на CD не было графики, до всего вот этого, до всех этих обновлений и так далее. То есть я на CCD Planet не видел ничего и для меня даже вот этот F1 это огромное удивление, ну чтобы вы просто понимали. Этот ролик больше даже, наверное, о том, как я, человек, который ушел из обычной МТАшки очень-очень давно, вернулся в нее и смотрю, что поменялось за все это время. Потому что на CCD на самом деле, насколько я знаю, вот этот весь дизайн недавно появился, по крайней мере, чат, вход, да, это из каких-то недавних обновлений, но тем не менее. Вот я сейчас захожу, я сейчас смотрю и все это есть. Это все, конечно, выглядит реально красиво, особенно вот гараж, посмотрите, просто обалдеть. Как спаунить машину, вот так спаунить машину. На самом деле я заходил недавно, грубо говоря, там на несколько минут, потому что нужно было зарегистрироваться, все такое, чтобы это делать не на видосе. И какие-то вещи уже увидел. И знаете, что мне очень нравится на CCD? И это не реализовал ни один проект, кроме CCD Planet. У нас есть машина и есть, по-моему, кнопки H и твердый знак, ну или же квадратные скобки, да. Мы можем переключать настройки. Если вы сейчас посмотрите на спидометр, у меня переключаются настройки. То есть в чиповке я могу поставить три вида настроек. Сейчас мы быстренько заедем в чиповочку, я вам это покажу. Просто я понимаю, что если вы игрок в CCD, то вы это знаете, но если вы не играете на CCD, то вы должны быть в шоке, как я. Короче, просто выбираем. Тут есть три вида хендинга, можно поставить на машину. И потом, когда мы их настроили, просто нажимаем на квадратные скобки и тем самым меняем хендлинг на автомобилях. Я вам скажу честно, я просто в шоке, потому что когда я играл в обычную МТАшку, это была моя мечта. Я хотел, чтобы на тачке можно было реально ставить несколько хендингов, а потом просто выбирать режим езды, как это есть во всех современных автомобилях. И CCD, нифига себе, CCD это проект, который, это единственный проект, который это реализовал даже в 2023 году. Просто только поймите, только представьте, вот только единственный проект. Нигде этого нет. Ни на провинции, ни на других МТА проектах я этого не видел и не слышал. Потому что про CCD я это знал, я просто не заходил, не смотрел, но на других проектах я не слышу, что такое есть. Вот честно, если где-то сейчас такое есть, напишите в комментариях. Но я знаю только про CCD и тестил только CCD Planet. Вот, кстати, что еще интересно я заметил, это вот такая панелька F1. Она на самом деле выглядит приятно. И здесь, конечно, есть куча кейсов, ну, которые выглядят так же, как это все было раньше. То есть, по поводу кейсов, кстати, все как было, так и осталось. Но здесь есть задачи. И здесь, я так понимаю, каждый день, или это что это, или это раз в час они обновляются, или раз в день. Ну, короче, честно говоря, не знаю, можете меня как-то в комментариях поправить. Но здесь каждый день есть какие-то задачи. То есть, сколько-то на дрифтить, сколько-то порции еды купить, сколько-то кристаллов собрать, сколько-то поработать. И это очень круто. Вот это на самом деле то, что я считаю, должно быть на каждом сервере. Если вы хотите, чтобы вы сыграли игроки, на вашем сервере должны быть хотя бы ежедневные задачи, чтобы игрок мог зайти и пойти выполнять эти самые задачи. Так, насколько я помню, здесь у нас находится автосалон дорогих автомобилей. Ну, здесь он, по-моему, всегда был. Только теперь он здесь с новым типом маппингом. Ну, с новым относительно маппингом. Опять-таки, я не знаю, как этот маппинг добавился. Возможно, он здесь уже тоже миллион лет существует. Просто я миллион лет не играл. Больше, скорее всего, автослон я смотреть не буду, потому что, ну, мне это не очень интересно. Но какие здесь машины прям самые дорогие, интересно. Потому что, все-таки, сервак автомобильный и, скажем так, на чем гоняют игроки прям в топе-в-топе. В рейт, кстати. Он доредствовый, но, скорее всего, даже не скорее всего, на него точно есть обвес рестайлинга, можно поставить. Вот, он еще с таким хендлингом спавнится странным. Ну, ладно. Фантом. Такой длинный, кстати, довольно длинный. Как будто бы он должен быть чуть короче или наоборот, он такой должен быть фигов и знает. Вот эта штучка, скорее всего, выезжает. Ну, не штучка, вообще-то, дуга, ксаза, да. Опять-таки, тут Калинан. Тоже, скорее всего, не дадут их ксаза, выезжает. Но это CCD. Здесь, опять-таки, это все сделано по-любому. Потому что здесь все, что есть активное на машине, оно двигается вроде как. Так всегда было. Я думаю, есть и будет. Taycan. 930 Porsche. Ух ты, блин, вот этот классный Porsche. 20 миллионов стоит. Жалко, у меня столько нет. 918 Spyder. Почти миллион евро. Погани Зонда. Ну, тоже прикольная тачка. Хотя, почему-то, мне кажется, что она... Вот уже не знаю, кстати. Если вы играете на CityBlanc, то напишите в комментариях, вообще, у вас машина эта... Пользуетесь спросом или нет. Потому что мне, на самом деле, было бы интересно узнать. Потому что машина, на самом деле, прикольная, интересная. Необычная, но... Мне кажется, что на ней мало кто ездит. Прям вот так. Мерседес GT. Макларен 725 с 300 тысяч долларов. Вот такой вот Урус. 4GT. SF90. Superfast. 488 Pista. Широн. Кстати. Кстати, Широн, по-моему, я тебе сейчас такая тоже не знаю. Но здесь, по-моему, по дачкам вообще приколы есть. Здесь, по-моему, есть какой-то обвесный Широн. То есть, ну, можно обвесы поставить. Какой-то эксклюзивный, по-моему, тоже есть. Насколько я знаю. В общем, по дачкам здесь вообще очень круто. Короче, я хочу 30-х долларов. Я не знаю, есть ли у меня такие деньги. По-моему, нет. Но мы сейчас это посмотрим. Погодите. У меня сколько-то было на банковском счете. Мне просто интересно. Вот если я сейчас, подожди. Внесение наличных. 2,5 миллиона делаем. У вас имеются неоплаченные штрафы. Как их оплатить? Блядь, штрафы нужно оплачивать в ГИБДД. Так, я, короче, оплатил штрафы. И мы сейчас попробуем перевести деньги. Сначала их нужно положить. Мои 2,5 миллиона. И посмотреть, сколько у меня вообще в долларах есть. Потому что у меня всего состояние счета почти 13 миллионов. Но это не 300 тысяч долларов точно. То есть на McLaren мне точно не хватит. Но я бы хотел его купить. Вдруг кто не знает, а скорее никто не знает, да, что McLaren 720S. Один из моих самых любимых автомобилей. В том плане, что мне нравится его дизайн. Мне нравится то, как он, ну, вроде как едет. Я на нем не катался в жизни никогда. Но я уверен, что едет вот очень круто. Мне нравятся всякие вот эти фишки и так далее. Короче, просто такой небольшой фанат. Вот, поэтому мне интересно, сколько у меня в долларах. Вообще здесь есть еще курс валют. Блин, ну он что, он как будто из жизни берется, если честно. Хотя я почему-то уверен, что это так и есть. Он, походу, реально берется из жизни. Жесть. Не, у меня точно нет 300 тысяч долларов. То есть мне нужно 28 миллионов 671 тысяча. У меня есть, дай бог, половина этой суммы и то нет у меня ее. Ну ладно. Окей, тогда у меня есть 12, почти 13 миллионов. Давайте посмотрим, что мы из американцев можем прикупить себе. Так, мустанг. Какого цвета? Желтого хочу. Хочу желтый. Потом, я думаю, перекрасим. Блин, ну это не тот желтый какой-то, который я хочу, конечно. Все равно он какой-то такой. А, ну во, во, вот такой желтый. Короче, допустим, у меня будет желтый мустанг. Что у него доп-цвет? У него доп-цвет ничего не красит? Значит, черный сделаем. Номер 147 регион имеется? Имеется. Ленинградская область? Ну, я из Ленинградской области. Мог бы, конечно, 47 поставить, но хочу именно 147, как будто машина недавно пригнана. Сейчас я только буду еще вспоминать, где здесь тюнинг находится, но вроде бы где-то здесь. Где-то в этом районе, по-моему, можно тюнинговать тачки. Или нет? А, не, не здесь, подожди. А, вот, какой-то трансфендер. Ну, это, по-моему, просто обвесы ставить, если я правильно понимаю. Да, это просто ставить обвесы. Ну, ладно, в любом случае, давайте какие-то обвесы на него поставим. То есть, у нас есть... А, даже не про... Ну, короче, по деталям, окей. Shellby GT 520 года. А давайте попробуем. А, вот комплекты здесь есть. То есть, здесь есть комплект до 2020 года. Новый Shellby. Есть вот такой комплект. Такой комплект. Офигеть, как меняется машина. Просто кардинально. Просто другая тачка становится резко. Обалдеть. Не, ну я, наверное, оставлю от 15-го года, как есть. Тогда я вот этот уберу, оставлю выхлопную систему только. Что по поводу спойлера? Могу спойлер поставить какой-нибудь другой поставить? Поновее, может быть. Может вообще без спойлера, если было бы... Был бы вариант. Но вроде как нет варианта. А, подожди. Вот, без спойлера вариант. То есть, я могу просто поставить со спойлера и все. Считай, что нет спойлера. Окей. Нормально. Все, окей. Разобрались. Теперь нам нужно, короче, на чиповку залететь. Быстренько поставить чип себе на машину. И залететь еще на... Короче, именно на тюнинг. Туда, где ставится именно тюнинг на машину. Сохранился чип из 36-ой. Сейчас все это поставим на мустанг. Что было? Комфорт. Устанавливаем комфортный чип. Спорт. Устанавливаем спортивный чип. Ну, пусть просто будет. И дрифт. Непосредственно устанавливаем дрифт-чип. Вот. Дрифт-чип. Все. Имеется. Теперь мы даже на нем дрифтить сможем. Кстати, что по бензу? Бенз все так же. Е95. Самый дорогой. Да, самый дорогой. Самый крутой. Устанавливаем. Точнее, ну, заправляем. Так, а вот это вот что такое? О! Это обслуживание тачки здесь есть? Чего? Моторное масло менять? Подожди, давай самое-самое крутое. Я не знаю. У меня, наверное, все обслужено. Подожди. Не, очистить. У меня вот состояние полностью обслужено. Мне вообще пофиг. Мне это не надо. Все, тогда Escape. Поехали. Нифига заехал. Обслуживание тачки. Я, по-моему, где-то слышал, что оно здесь есть. Но так и не нашел, где оно. А сейчас я буду знать, где оно. Ладно, поехали тогда. Попробуем поставить на него типа Stage. Ну, то есть там двигатель, да? Туда-сюда. Какие-то улучшения поставить на тачку. И уже будем смотреть, как машина будет ехать. Сейчас она едет 280, 290. 291 максималка сейчас у нас. Вот. Сейчас попробуем поставить какие-то детали, если это возможно сделать, на почти 4 миллиона. И посмотрим вообще, что у нас улучшится. Разгон, не разгон. Все такое. Так, двигатель. Мы можем, получается, просто добавить в корзину какой-то двигатель. А, знаете, еще прикол. Кстати, мне очень-очень нравится. То есть под каждую машину у них сделан именно конкретно свои названия двигателей. Я заезжал на 36-ке. Здесь двигатели назывались там 2GZ и так далее, да? Если заезжаешь на 4-ке, там 16 будет написано и что-то подобное. Вот. Я заезжаю на Mustang. Здесь Moose GT там или GT Black или вот этот Eco Moose GT. Короче, насколько я понимаю, для каждой машины есть свои собственные оригинальные названия для двигателя. Это тоже, это на самом деле мелочь. Это фигня. Но это очень приятно осознавать, что разработчики реально запарились и сделали под каждую тачку свои оригинальные названия. То есть это на самом деле мелочи, но приятно. Так, а какие-то кейсы здесь еще есть? Вот это донатный кейс, я так понимаю. Ну, доната у меня нет, к сожалению. Стандартный кейс. Это за бабки получается. И кейс за кристаллы. Кристаллов у меня, кстати, по-моему, 30 штук. Давайте откроем 3 кейса тогда. Открыть выхлоп на Mustang. Открыть охлаждение. И о, двигатель 5,8 литров туда-сюда. Это, короче, крутой двигатель мне выпал. Подожди, это мне, мне выпал классный двигатель. Он стоит 150 тысяч. И он зеленый. То есть это тот двигатель, который здесь 300 стоит. Вот, неплохо, неплохо. Так, давайте посмотрим, что мы можем еще сделать. Допустим, нам нужен не двигатель. Да, допустим, турбонаддув нам нужен. 200 тысяч добавить в корзину. Давайте, нет, давайте все самое крутое поставим. Потому что вроде бабки у меня позволяют. Пока у меня не закончились деньги, я думаю, можно все самое крутое поставить. Покупаем. И из инвентаря давайте все это ставить туда, куда нужно. Катушка зажигания. Сюда вот. Это сюда. Это у нас вот сюда выхлоп. Тормоза. И подвеска. Короче, у меня сейчас получается фуловый мустанг. А теперь вопрос. Я выезжаю. Максималку мы помним, да? Но ускорение, торможение, вот эти плюс 0.1, подвеска, все такое. Это у нас через чип появилась возможность просто чуть-чуть другие значения ставить. Или оно у нас как бы уже поменялось само по себе. Потому что, насколько я знаю, ускорение максимально доступное на CCD Planet и на всех подобных проектах. Это обычно 60. Сейчас посмотрим, сколько у нас со всеми этим комплектом тюнинга будет. Ну, я могу тут 25 стоить. Я могу поставить 60. Могу ли я поставить 61? Да, могу. То есть, вот эти детали дали мне возможность ставить ускорение немножечко другое. А сколько максимально? А сколько максимально? 65 могу ставить? Нет, 63. Могу поставить. 64? Могу поставить. 65? Уже не могу. То есть, мне эти детали дали возможность поставить ускорение не 60, а 64. То есть, как я понимаю, плюс-минус вот эти подвески, вот эти вот сцепления, это все тоже просто дает мне возможность ставить другие значения. Вот. Но, а я теперь 300-390. Но знаете, из-за чего это, скорее всего? Из-за того, что у меня стояло маленькое ускорение, и с таким маленьким ускорением машина просто, ну, максималку обрезала. То есть, если я сейчас эти детали сниму... Так, давайте мы запомнили, сколько там было? 387 там было, да? Сейчас я сниму эти детали и попробую без них поехать. А, все, их уже нельзя снять. Ладно. То есть, либо я уже эти детали продаю, да? Либо я, ну, не могу даже детать детали похуже, короче, поставить не могу. Окей. Ну, короче, так или иначе, все равно прикольная фишка, что можно ставить на машину детали, да? И тем самым машина будет становиться быстрее, как-то круче. Я думаю, что из-за этого она будет дороже. Я уверен, что эти детали тоже каким-то образом можно и продавать другим игрокам. Короче, какой вывод можно сделать? На самом деле, МТАшка в 2023 году очень даже играбельная. Ну, на самом деле. Потому что всяких приколюх здесь довольно много. Чем здесь бы заниматься, ну, в принципе, тоже, я думаю, понятно. Если вы здесь как бы новичок, если вы никогда не играли, то поначалу, конечно, развиваться. Вот, но мне кажется, с этими задачами, опять-таки, с этими задачами, мне кажется, развитие будет настолько проще, нежели раньше. Потому что, ну, просто смотри, просто поработать на работе 30 минут, чувак, 50 тысяч. Раньше такого не было. Купить 10 порций еды, 15 тысяч, там. Убить игрока какого-то за 15 тысяч тоже можно. И так далее, и тому подобное. То есть, получается, на CCD Planet можно сейчас не то, что играть в принципе, а даже начинать играть. То есть, ничего там страшного нет, если вы на CCD не играете. И наоборот, вам сейчас будет даже проще, нежели было раньше старичкам. Ну, а на этом все, ребят. Всем большое спасибо за просмотр. Напишите в комментариях, как вам вообще сервак. Стоит ли его продолжать снимать. Вот, хотя бы периодически заходить, какие-то приколы мутить. Потому что, в принципе, у меня есть идейки. Идейки, которые можно поустраивать на CCD. Какие-то вещи, допустим, на провинции не могу устраивать. А на CCD я это делать смогу. И, ну, в общем, некоторые идеи для роликов уже имеются. Но вы пишите свое мнение в комментариях. Обязательно ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. Всем большое спасибо за то, что посмотрели этот ролик. Ну, и напоминаю даже, что ссылка на CCD находится, естественно, в описании. На этом все. Всем удачи. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok